11-й Сретенский бал православной молодежи открывает король маршей Полонез. Строгая осанка, румянец на щеках и сдержанные манеры. Чувствуется, этикет минувших дней близок к современному поколению, ничуть не меньше, чем гаджеты. Для меня этот бал очень важен, он имеет весомое значение. Упорно учили многие традиционные и другие танцы, такие как розовый рассвет, кадриль, турдион и многие другие. На паркете учащиеся воскресных школ, техникумов, их друзья, родители и просто желающие окунуться в волшебную атмосферу танцев. Само торжество приурочено к одному из 12 важнейших церковных праздников – Сретенью Господню и Дню православной молодежи. Сама концепция бала – это прежде всего такое эстетическое воспитание молодежи, воспитание какого-то культурного вкуса, потому что мы чувствуем, что сейчас этого очень не хватает. Бал, музыка классическая, она, безусловно, воспитывает в молодежи самые лучшие внутренние качества, которые, наверное, были во многом утеряны, но вот мы видим, сколько здесь молодых людей, это значит, все востребовано. Добрые традиции бала объединяют юных бобручан каждую зиму. Подыграс, хастел, шапилуаз, плюс разнообразные вальсы, польки и кадрили. В программе 26 танцев. Хореограф-постановщик Анна Гулидова. Неожиданно приятно в современном мире попасть на настоящий бал, как в 19 веке. Здесь можно насладиться изысканностью манер, почувствовать себя элегантной дамой в окружении галантных кавалеров и окунуться в атмосферу музыки и танца. Православная культура и светская этика сливаются воедино. На пять часов Дворец искусств наполняется красотой и изяществом давно ушедшей эпохи. Времени, когда понятия чести, достоинства и ценности соблюдения божьих заповедей почитались в обществе превыше всего. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.